Как известно, бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства играет важную роль в жизни муниципалитета и его жителей. И потому, уже начиная с первых летних дней, шла серьезная подготовительная кампания к предстоящей зиме. Насколько успешными оказались принятые в районе меры, обсудили на совещании в администрации Славянского района. Руководители энергоресурсоснабжающих и жилищно-коммунальных предприятий, представители всех заинтересованных служб и районной администрации, главы поселений муниципалитета были приглашены на совещание на тему об итогах подготовки к осенне-зимнему периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Славянского района. Директор муниципального казенного учреждения управления ЖКХ Александр Головинов в своем докладе проанализировал, как сработали энергетики и коммунальщики, чтобы во всеоружии встретить предстоящую зиму. Он дал положительную оценку усилиям специалистов, сказав, что работа была своевременной и качественной. Утвержденный план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к предстоящему осенне-зимнему периоду выполнен практически полностью. В настоящее время предприятиями ЖКХ и КЭТ выполнили мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду на 99%. Небольшая часть мероприятий муки-плакомплекс в стадии завершения. Всего по подготовке к осенне-зимнему периода выполнено мероприятие на сумму порядка 88,6 млн. рублей. При подготовке системы теплоснабжения к отопительному периоду выполнено мероприятие на общую сумму 8,7 млн. рублей, в том числе за счет средств муниципального образования Славянского 3,8 млн., за счет средств муки-плакомплекс 4,8 млн. Заменено трубопроводов сетей теплоснабжения в однотрубном исчислении более 3 км. Заменена изоляция тепловых сетей более 5 км. Готовность котельных ОЗП 99%, готовность теплосетей 96%. Общая готовность муки-плакомплекс ОЗП-2223 98%. Электроснабжение Славянского района осуществляют две сетевые организации. Для того, чтобы обеспечить устойчивую подачу электроэнергии, ими был сделан большой объем работ по ремонту и обслуживанию линий электропередач, трансформаторных подстанций, расчистки от дикой растительности охранной зоны возле ЛЭП. К отопительному периоду была проведена подготовка системы газоснабжения муниципалитета. При подготовке системы газоснабжения к отопительному периоду выполнено техническое обследование подземных газопроводов приборным методом более 208 км. Перекладка подземных газопроводов 1,82 км. Покраска наружных газопроводов более 21 км. Отремонтировано коверов 15 штук. Ремонт топора и крепления газопроводов 69 штук. Обрезка деревьев веток 8,7 адресов. Диагностирование шаги РП 35 штук. Ремонт провисших и прогнутых газопроводов 10 штук. Доливка футляров на распределительных газопроводах 16. Конфектация штатного аварийного запаса и приведение к готовности от транспорта и специальных механизмов. Кроме того, было рассказано о проведенной подготовительной работе по водоснабжению. Приняты меры для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий – гололеда или подтопления. Также в других выступлениях была озвучена более подробная информация по подготовке учреждений образования и теплокомплекса. Как гласит народная мудрость, готовь сани летом, а телегу зимой. Подводя итоги совещания, заместитель главы Славянского района, начальник управления жизнеобеспечения транспорта и связи Константин Левченко отметил, что зима не прощает ошибок и нужно приложить все усилия.